Детку, посмотрите. Никите только еще предстоит идти в первый класс, но с мамой решил прикупить ученический костюм заранее. Долго выбирать не пришлось. Определились уже с первой примеркой. Качество ткани. Вот у него рост, он сидит по нему, как по росту. Для мальчишек костюмы стандартные, за исключением тканей и цвета. Только в этом году ученики стали больше предпочитать не черную одежду и даже не серую. В этом году больше синий просят. Почему-то вот хотят синий. У нас в этом году еще мы, ну тут я не знаю, в рамках сотрудничества Евразиатского союза мы сотрудничаем с Белоруссией. У нас в этом году есть белорусский ассортимент. У девочек выбор побольше. Модели самые разнообразные. Изменился фасон, больше стало деталей и украшений. Бантики, многочисленные складки, ажурные воротники, манжеты. Сарафанчик такой вот, мягкие складочки. Здесь полушерсть, поливискозово. Обязательно стопроцентная вискозная подкладка на всех у нас пиджаках. Шьем изделия, которые обязательно должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. А это костюм для первоклассниц. Впервые его шили практически полностью однотоном. С небольшими элементами отделки из клетки. Какой тон у нас еще пойдет, мы точно сами не знаем. Но надеемся, что будет очень хорошо. Одежды всем школьникам хватит. Тем более, что на фабрике шили около 15 тысяч комплектов. Конечно, с прошлым годом цифры на ценниках поменялись. Стоимость возросла. Сказали санкции и курс доллара. Осталось в том же ценовом диапазоне, что и было, в связи с тем, что доллар все-таки дорожает. Как бы то ни было, текстильные комбинаты все равно сидят на сырье первоначально, на импорту. И ткани у нас зависят. Стоимость ткани от доллара все равно зависит. Как и прежде, многие родители смогут приобрести форму по льготной цене. Для малообеспеченных семей школьный костюм обойдется на 677 рублей меньше. Всем остальным не дороже 4 тысяч. Городское управление образования просит родителей не откладывать покупку на последний день, а приобретать школьную форму уже сейчас, чтобы в дальнейшем избежать ситуаций, связанных с отсутствием необходимого размера, а также больших очередей. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.